Если для детей 1 сентября это праздник, долгожданная встреча с одноклассниками и учителями, то для родителей это большой удар по карману. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Очень дорого. Очень. Это просто крах бюджету. Тем более, когда после отпуска, это вообще просто страшно. Ну, это все знают, это не новое что-то. Мне кажется, тысяч 15. 15-20, наверное. В течение последних нескольких лет в школах внедряется система электронного дневника на смену старому, доброму, печатному. Мнение многих родителей по этому поводу сильно разделяется. Сейчас многие школы переходят на электронные дневники. Как вы считаете, это нужно или стоит оставить старые? С точки зрения контроля, наверное, да, стоит. А с точки зрения дисциплины, чтобы ребенок сам вел, чтобы следил за своим успехом, то, наверное, можно и оставить. И такой второй вариант тоже в печатном виде. Мы в прошлом году уже попробовали. Ничего не отлажено. Все время что-то выпадает, вылетает. И бумажный старый вариант очень всегда выручал. Поэтому я считаю, что можно попробовать электронный, но и бумажный тоже нужно оставить. Правильно. Я в любой момент могу посмотреть, на уроке мой ребенок или нет. У нас уже второй год или третий электронный дневник. Очень удобно. И оценки сразу видно. И замечания там какие-то все. У нас все равно и такие дневники тоже есть. Дети для себя записывают. Но электронный удобно. С началом нового учебного года Министерство образования вводит в школьную программу обязательный курс астрономии с 35 часов. В этом вопросе у родителей разногласий не возникает. Знаете, сейчас еще в школу вводят обязательным курсом астрономию. Как вы считаете, правильно это или нет? Точно, да. Астрономия точно нужна. Ну, наверное, потому что мне нравится про звезды. И мне с детства нравилось. Поэтому я считаю, что астрономия нужна для общего развития. Чтобы посмотрели на небо, знали, где Орион, где Медведицы, где остальные созвездия. Ну, когда я училась, у нас была астрономия. Это было интересно. Я думаю, что да. Мне кажется, это было бы очень даже интересно. Ну, я так считаю. Ну, правильно. Пусть дети изучают. И нам интересно будет, родителям тоже. А почему хочется вернуться в школу? Ну, не знаю. По друзьям? Ну, да. По друзьям. Хочется исследовать новые границы школы. Алексей Митронин, Михаил Рештов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова